Когда семья – это твой тыл, твои единомышленники и твои близкие люди, ты не делишь своё счастье между ними, ты собираешь его в единое целое. И ваше общее счастье становится ярче, смелее и крепче. А когда такая семья ещё и большая, то, кажется, вместе вы можете изменить к лучшему весь мир. Наш герой Александр Цветков вместе со своей семьёй создали в Белогорском районе ферму, где разводят коров. И как бы со стороны это ни звучало просто, простого здесь ничего нет. Но есть мечта, есть поддержка и любовь. И есть уверенность, что в будущем всё получится. Ведь задумывалось всё так, чтобы своим деревенским счастьем можно было поделиться со всем Крымом. Вообще животное – это такое существо, особенно коровы, крупный рогатый скот. Он живёт здесь и сейчас. То есть, если надо кушать, она хочет кушать. Если надо пить, она хочет пить. Это не так, как человек планирует, думает о прошлом и всё остальное. Это очень приятно с ними находиться. Им надо больше ласки и любви к коровам. И тогда спокойно можно с ними уже разговаривать. Они привыкнут быстро. Кормишь их побольше, любви, ласки уделяешь. А потом они тебе отплачивают этим же. Я так иногда прихожу и говорю, девочки мои, как себя чувствуете? Вы знаете, абсолютно разные. Но это всё-таки животное. И вот всё, что связано с инстинктами, с выживанием, у них очень хорошо развито. Поэтому все, можно сказать, имеют разный характер. Но это стадные животные. И они всё время вот так сбегаются вместе. Идея появилась по содержанию скота и разведению. Появилась, наверное, ещё лет 15 назад. Вот мы её так с женой вынашивали. Подготавливались к ней длительное время, пока с землёй решали вопросы. Ещё при Украине. Но вот благодаря входу нас в состав Российской Федерации, у нас много чего разрешилось. И благодаря тому, что местные власти нам очень много помогли. Можно сказать, за руку вели, поэтому и в помощи в получении гранта, и информацию дополнительную давали, да и вообще очень много помогали. Планировали в течение какого-то времени, обдумывали вместе, как это сделать, сможем ли мы жить в деревне, потому что мы и я, и муж, мы городские. Поэтому, конечно, это уже было совместное решение, как, наверное, все решения в нашей жизни. В ферме в основном занимаются мужчины. Мне интересно. Я люблю туда приходить, посмотреть, погладить животных. Поэтому детям, думаю, это тоже интересно. А сложно, если считать это работой, то да, сложно. Если это считать любимым делом, то это, наверное, в радость. Благодаря тому, что мы получили грант, мы купили, у нас была помощь именно государства, 2,5 миллиона рублей. Мы на 2,250 миллиона купили только животных. А все остальное, как бы и постройки, и все остальное, это мы уже за свои деньги строили, которые мы накаплили. У нас есть еще дополнительный один вид деятельности. Мы еще монтируем водоснабжение, отопление. Людям несем тепло и воду в дома. У нас одной породы, вся скотина. У нас 30 телок и 2 бычка. Порода абердин ангус. Это выведено в Шотландии. Та порода, которая одна из лучших пород, которая содержит мраморное мясо. Вот так называемое. Ну, такое недешевое, можно сказать. Потому что, например, нам сейчас поставляется, ну, в Краснодарском крае есть свои фермы, но поставляется большей частью из-за рубежа это мясо. И цены, конечно, там, смотришь, я прошлое еще озвучил, там, ну, где-то порядка 5, 12, 18 тысяч за килограмм. Да, в зависимости от ценности мяса. То есть мы хотим поставлять реально нормальное, на хорошей нормальной цене для нашего рынка. И то мясо, которое... Ну, мне кажется, вы первые в Крыму таким образом решили поступить. Да, мы первые завезли эту породу официально. После нас, конечно, я еще не знаю, может быть, и завозили, так сказать. Но официально мы первые завезли, потому что у нас было, конечно, только вопросов по завозу там и всему остальному. Мы везли из Ленинградской области. Мы нередко оказываемся в Белогорском районе. И все потому, что здесь агропром и особенно животноводство развиваются неплохо. При этом есть несколько фермеров, которые в сельское хозяйство привносят нечто совершенно новое, как и наш герой. Порода, которую в Крым завез Александр, Абердин ангус, распространена в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии и Англии. Также ее разводили и в Советском Союзе. Потом на несколько десятилетий о ней забыли. Ну а теперь порода снова популярна, в том числе и в Крыму. Фермеров я вам хочу сказать, что в Белогорске становится больше. Это очень хорошо, это радует. Люди больше начинают заниматься разведением крупнорогатого скота и также свиней, и все остальное, и птицы. Но большая часть почему-то боится, как вам сказать, открыться государству. Большая часть, как так называемое, для себя, или там в тени, можно сказать. Хотя этого абсолютно не нужно бояться. Вообще мы хотели, честно говоря, изначально женой заняться растеневодством. Но посмотрели, как мало земли у нас, в нашем районе, тем более свободной. И потом наш район, честно говоря, к растеневодству, он не очень сильно приспособлен. Ну и здесь, в Придгорье, больше холода. Вот, например, возьмем Бахчисарский район, Ирисарский, там больше тепла, теплых дней в году, и там лучше этим заниматься. У нас животноводческий, всегда был животноводческий район. И когда я слетал в Санкт-Петербург, я влюбился в эту породу вообще. Они такие любопытные, если вы зайдете, они вас будут и обнюхивать, и облизывать. Они друг друга чистят, и обмывают. Это очень интересно. У нас есть Маруська, она любит то же самое, и ласки, и все остальное. А некоторые есть, например, Клава, у нас тут 781 номер. Она очень агрессивная. То есть, если и подходит, и особенно чужой, она начинает его выталкивать из своей территории. Первый раз я здесь появилась в прошлом году, в марте, почти год назад. Да, впечатления было масса, во-первых, от животных. Они были очень дружелюбные, контактные. Ну и природа тоже понравилась. И то, что животные находятся в таких природных условиях. То есть, это для них хорошо. Сама ферма сделана по всем стандартам, которые требует наше ветеринарное законодательство и наш ветеринарный комитет. В принципе, содержание хорошее. И тогда, когда я пришла, я очень удивилась. Их кормили просто мало у кого такого кормления увидишь. На самом деле, на отзвал. То есть, солома, все-все-все было. Дерть, все было у них. Ну и сейчас, конечно, они у нас стельные. Их тоже хорошо кормим. Содержание хорошее. В принципе, самое главное, то, что они не на привязи. Они вольны. То, что коровы стельные, для них ничего плохого в этом нет. Единственное, что они стали, конечно, меньше подвижные. Потому что, если вы увидели их хотя бы полгода назад, они бегали голопом. То есть, практически как кони. Их можно было гонять. И я даже вот, некоторые, которые выходили за ограждение, у нас электроизгородь, за ограждение выходили, я машиной пробовал загонять. И на машине не догоняешь. Они бежали, будь здоров. Вот. А сейчас, конечно, они спокойнее стали. Им надо меньше давать кормов, которые концентрированные. То есть, например, дерть. У нас есть небольшой участок земли. Здесь вот около 20 гектар. Здесь недалеко в пойме. На котором мы выращиваем свой ячмень. Мы сеем. У нас есть два трактора. Обрабатываем. Ну, конечно, часть нанимаем техники, бывает. Зерновыми мы сами себе обеспечиваем. Тем более, даже вот в этот, как бы, тяжелый год, в 18-е была засуха. Но нам зерновых хватило. Протекает беременность в целом 9 месяцев. Вот. Они хорошо ходят. Молодцы. Ну, единственное, конечно, они любят подраться. Вот это, конечно, мы их за это ругаем. Вот. Поэтому, а так все хорошо. Но у них нет рогов. Они не опасны. Да, они не опасны. Поэтому, как бы, ругаем не сильно. Вот. Но драться им нельзя уже. Тем более, большая часть из них будет уже вот-вот телиться в марте. Был недавно случай. Одна из коров у нас застряла в нашем... Наше ограждение, то есть веревку зацепило. Вот. И двое к ней подошли и начали ее жалеть. К ней ее лизали. Вот. И очень долго они так втроем в кучке стояли. На зиму шерсть у них отрастает. И очень сильно. Потому что, если сравнить с летней, например, у них летом практически нет шерсти. Можно сказать, одна шкура остается. Черная шкура. Они такие гладкие абсолютно. Вот. А на зиму, конечно, они утепляются. У них хорошая шуба. И, я же говорю, вот этих животных можно даже содержать в открытом помещении. То есть не обязательно в фермах. Их можно содержать под навесами. Главное, чтобы не было сквозняков. Мы построили это сами. Эта ферма у нас, получается, 14 на 30 размером. Тут, грубо говоря, от 50 до 60 голов можно содержать скота. Он сделан из дерева, большей частью. Внутри только металлический каркас, чтобы держало крышу саму. А так сделан все из дерева. Натуральные продукты, как говорится, ингредиенты. А здесь на глубокой подстилке, то есть тут накапливается навоз. Они сюда, содержание происходит. Потом мы засыпаем, в день два раза засыпаем соломой, чтобы им было сухо и не было жижи. Потом навоз этот вывозим, только мы вывозим раз в год, уже сразу на поле. Это как удобрение. И за счет того, что глубокая подстилка навоза, им тепло, корон. А мы здесь сделали проезд, проход, кормовой стол с двух сторон. И с этой стороны тоже самое будет загораживаться. Будет с этой стороны тоже содержание животных. Как раз когда будет потомство, будет уже им где жить. На этот год мы будем уже их здесь расселять. Этого зовут Болик. Болик и Лелик у нас, злобочка. Этого зовут Болик. Он спокойный парень. Он у нас гулял в этом году, в прошлом году, вернее, со стадом, с коровами. Поэтому у него как бы... Выполнял ответственную миссию. Нервы у него должны быть спокойные. Вот он, видите, я говорю, что он любит чесаться. Он просто обожает. Когда его чешут вот так вот на шейку. Ох ты мой хороший, хороший мой. Боличек. Вот так вот. Как он-то справлялся со своей работой? Я смотрю, девочки все... Справился, я думаю, хорошо. Не знаю, как на отлично, но хорошо это точно. Соль, стой, стой, стой. Иди. Иди назад. Иди, мой хороший. Вот. А что дальше у нас парень, который еще, можно сказать, не огулиный, не гулиный. Хороший мой мальчик. Хороший. Да, да, да. Все хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди сюда. Вы так сильно... Перешел еще один четвероногий друг. Сильно не напирайте, потому что он такой, он парень у нас серьезный, может и перепрыгнуть. Кстати, эти животные два метра барьера берут легко. Хотя, хоть они как бы и кажутся, что они большие. Есть вот такое. Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди. Иди, мой мальчик. Иди, Лёля. Иди. Да, да, это свои. Свои. Молодец. Вот мы его взвешивали три месяца назад. Он был уже за 600 килограмм. Ему сейчас год и семь где-то. Да, год и семь месяцев. Такой представитель хорошей породы этой абердинангус. Здесь, можно сказать, я время уделяю субботу, воскресенье, наверное, больше, где подремонтировать надо, где что подправить. Дети, конечно, помахают, сыновья очень. Потом у нас есть Юрий, работник. Он ведет хозяйство, можно сказать, целый день. Кормит, поит, выгоняет, гуляет с ними. Я сам по себе вырос в деревне. Именно у нас было и хозяйство, и все прочее. И, соответственно, мне это очень по душе. Никаких сложностей. Надо просто перед ними быть открытыми. И животные, по-любому, они ответят добротой, так как ты и к ним относишься, так и не к тебе относятся. Утром я просыпаюсь, иду, сначала кормлю собачек. Смотрю, в каком состоянии находятся тёлки, бычки. Смотрю, есть ли у них пить, есть. Пасутся они достаточно очень послушные, внимательные. То есть они заряжены именно побольше употребить пищу. Травку кушают достаточно интенсивно. После чего в 12 часов, за этот период мы здесь подготавливаем комбикорм, раскладываем. И в 12 часов они по определённой команде идут, бегут, даже не идут, а бегут. Правильно будет сказано. Они бегут сюда непосредственно в загон и кушают корм. Мы им открываем загон, открываем саму ферму. В ферме открываем воду. И они уже сами регулируют. Потом подкладываем здесь соломы и сено. И они немного кушают, ложатся, отдыхают. Есть обязательно ведущие, среди них обязательно. Есть более меланхоличные, которые, ну, вот она в одном месте пасётся, и всё. Её ничего не интересует, она никуда не двигается. Есть, которые очень шустрые, бегают там, куда-то ей надо туда пойти, туда, что-то любопытное, любознательное очень. Ребят помогают очень хорошо. Во-первых, мы учимся по специальной программе, и дети имеют много времени свободного. В свободное время мы учимся как на семейном образовании. У детей есть свободное время. Они его тратят с удовольствием на работу, потому что, вот, например, старший сын, ему 16 лет, но он уже у нас обрабатывает на тракторе землю и пашет, и дискует. То есть он довольно-таки развитый в этом плане. Второму 13 лет, Дарью. Он тоже самое здесь помахает, трудится. И я вам хочу сказать, что с удовольствием трудится, потому что у них друзья есть в деревне. Мне живётся тут очень хорошо. Во-первых, тут воздух чистый. Во-вторых, каждый день мы почти, каждый день даже, пасём коров, подкидываем им соломы, сено, кормим дертью. Ну, вообще на ферме хорошо живётся. Мне, наоборот, всё хватает. Бывает даже, пойдём на озеро, покупаемся, когда летом, или покатаемся тут на велосипедах. Всё хватает развлечений. Это был определённый риск. Не просто вернуться в Крым, но и стать фермером. Начать с нуля дело, в котором всё приходилось узнавать на практике. Но, наверное, свою роль сыграли и помощь семьи, и место, где ты родился. Ферма расположена в очень красивом уголке. И кажется, что здесь сама природа и ощущения родного дома делают твой труд немного легче. Здесь мы находимся у подножий гор, выше у нас леса. И с лесом у меня тоже самое, как бы, очень много приятных воспоминаний. И с детства мы с мамой и с отцом всегда в лес ездили раньше, собирали грибы, там, ягоды и всё остальное. И здесь мне, и мы купили дом вот в дозорном, тоже самое, под лесом живём. Ближе к лесу всегда хотелось жить, работать, выращивать животных именно здесь. Грибов у нас здесь очень много. Грибы у нас здесь и шампиньоны, и синие ножки есть, и однобочки, мышата. Ну, такой вот, как бы, хороший. Ну, самый хороший гриб – это синие ножка и шампиньон. Ребята, вот в этом году был особенный урожай, в 2018 году, особенный урожай на грибы. Ребята, дети набирали тачками. То есть мы уже не ведрами мерили, а тачками грибы. Я родился в Крыму, в Белогорске, здесь и вырос с 1978 года в городе. Переехали мы вот сейчас живём в деревне, в дозорном, переехали буквально 4 года назад сюда, в деревню. В детстве я очень любил ухаживать за животными, и мама меня частенько искала. Мы так как жили в городе, в городе, прямо в центре города, возле милиции мы живём, и там нельзя было содержать животных, ну, потому что центр города. Вот, а я частенько текал в деревню, и мама меня искала с милицией. Ну, хорошо, хоть милиция рядом была. Я текал к дяде, и там, ну, у него свои дети тоже самые, но очень было мне приятно, когда мы и за животными ухаживали, и кормили их, и на конях там же мы ездили. Ну, то есть, вот это всё замечательно. Девочки немножко хулиганят. Да, да, они напирают, надо им поближе подвинуть. Вот, то есть, ухаживать за животными, это мне с детства привито. Я очень это люблю. Мы с моей женой познакомились, когда ей было 13, это мне было 14. Мы жили в городе на одной улице, даже, может быть, раньше я её увидел ещё. Маме своей сказал, что это будет моя жена. 12 лет, наверное, мне было ещё до этого. Не соврали. Да, я сказал, это моя будет жена. И вот, можно сказать, 14 лет мы уже сдружились, познакомились, и всё это время, вот сейчас меня 40, и мы всегда вместе находимся. Деток у нас родилось уже четверо, старшему у нас 16 лет, а самому младшему 2 месяца. Все у нас мальчики. Так распорядилась судьба, что мальчики. Наверное, это не страшно, потому что немножко позже, тут подождать надо. И они приведут, каждый по дочери нам. У нас будет 4 дочери. У нас 4 мальчика, нет девочек, поэтому они мне помогают в доме всё. Они помогают папе, всё, что папа говорит, они, в принципе, это полноценные помощники, полноценные взрослые уже, как настоящие мужчины, они ответственные, конечно, помогают во всём и везде. Я вообще считаю, это очень важно, потому что детям, мне кажется, со школы нужно прививать вот этот труд, вот эту любовь к животным. Это очень хорошо влияет на каждого ребёнка. Мы когда жили в городе, вроде бы и город, и людей больше, но вечером не видно на улице детей, они не играются практически. Многие сидят или же в интернете, или же за телевизором, здесь же у нас, в деревне, у нас ребята убегают играть в футбол, те же там классики, не знаю, многие игры. И я смотрю, во сколько ребят в деревне, они собираются, там по 15-20 человек. Мои сыновья, они берут друзей сюда на ферму, и те с удовольствием идут поработать, как положено, помочь им. Когда я жил в Харькове, в большом мегаполисе, я ходил звать друзей, никто не выходил, потому что либо все играли, либо куда-нибудь уезжали, там далеко, я не помню. Или был у меня сосед на 13 этаже, выше. Вот я к нему заходил, и то он тоже иногда не выходил. Только он максимум был, иногда выходил. А вот когда всего я прихожу, каждый день всегда хоть кто-то точно гуляет, это я уже знаю. Бывает, что друзья приходят на ферму, но у них тоже есть хозяйство, и куры у них, коровы, свиньи есть. И мы им иногда зерно даем, за то, что они нам помогают. Минимальное абсолютно хозяйство – это куры, куры, курицы. Но я не занимаюсь даже ими, потому что у нас все делают ребята, и я могу только сказать, принесите яичек. И они приносят вот это все, что я могу сделать. Село Дозорное, где живет большая семья Цветковых, одно из немногих, где чувствуется настоящий деревенский уклад. Кажется, здесь все дышит спокойствием. Без работы, конечно, никто не сидит, но все происходит по своему привычному распорядку. И когда ты что-то делаешь, то всегда сразу видишь результат. Ведь твой труд – это одна из главных составляющих общего счастья. Мечта иметь свой деревянный дом, сруб. Вот поэтому мы, когда здесь, в этом доме делали небольшой уют, мы, конечно, использовали материал дерева, но старались все делать натурально. Потому что это здоровье, это красиво, там, где дерево, очень хорошо отдыхаешь. И у моего мужа возникла такая идея, что все делать своими руками. Поэтому, когда делаешь это еще с любовью, для семьи, все получается очень красиво. И вот то, что у нас получилось, то, что получилось у моего мужа, вот сегодня вот это мы имеем. Очень сильно стараемся подать пример своим детям в семейной жизни, подать пример в труде, в отношениях с людьми, в знаниях. Максимально мы стараемся. Это вообще наша цель жизни – стать достойным примером нашим детям. Папа всему учил меня. Вот я помню, даже нормально пилить дрова не мог. А папа потом как-то раз подошел, научил, я теперь спокойно уже могу сам напилить дрова. В деревне люди добрее. В деревне ты выходишь, тебе каждый скажет здрасте, даже если он тебе незнакомый человек. В городе, мы жили в Харькове, даже на соседней площадке было 4 квартиры, мы не знали соседей. Я когда начал с ними знакомиться, была такая холодность общения. Это здоровое питание, потому что то, что ты вырастил на земле. У нас есть огород, с которого мы кушаем тоже самое морковь, картошку, лук. Это мы все сами, буряк мы сами выращиваем и сами это все свое потребляем. У соседей есть дойные коровы, другие держат барашек. Баранину берем тоже самое. То есть это вот такая взаимопомощь в деревне. Мне вообще трудно сказать, что сложно, потому что когда ты работаешь, когда ты это делаешь через себя, сложно. А когда ты это делаешь для своего хозяйства, для своей семьи, какие сложности могут быть? Просто это делаешь. Счастье – это любовь. Любовь должна быть в семье, с детьми. Семья, конечно, очень важна. Еще важно состояться как личность. Важно что-то сделать для общества. И вот это хозяйство, которое мы начали с мужем, на мой взгляд, это тоже очень такой шаг серьезный. Потому что для Крыма мы завезли такое поголовье чистопородное, которого нет в Крыму. Поэтому мне кажется, что тем самым мы делаем что-то для общества, не только для себя. Хотелось бы, конечно, себе, будущее, своей семье такое, чтобы все мечты исполнились. Например, мы хотим построить еще здесь таких три комплекса. Хотим построить здесь, во-первых, гараж для техники. Хотим технику новую взять. Построить здесь жилье для себя, то же самое, чтобы здесь на своей земле жить и работать. Никуда не ездить, прям здесь вот находиться. Счастье, когда дети здоровы. Счастье, когда они увлекаются каким-то делом интересным. Потому что я считаю, что насильно что-то ребенку прививать, институт, или идти вот в этом направлении, в этом направлении. Глупо. Очень хорошо, когда ребенок сам определяется, и ты ему помогаешь. Вот это будет действительно профессионал, счастливый человек. И мы стараемся это делать. Счастье, это когда твоя семья, во-первых, здоровая. Потому что очень немаловажный был переезд в деревню, это чтобы дети были здоровы. Деток у нас вообще никаких, абсолютно никаких патологий. Они здоровые, как бычки. Можно сказать так. Вот это и счастье есть, что у тебя семья крепкая, здоровая и понимающая. Причем дети взрослые, ну те, которые уже осознанно, можно сказать, интересны, ну можно с ними поговорить осознанно. Они очень счастливы, они рады, что мы вот так вот живем. Редактор субтитров А.Семкин